И всем привет, ребят! С вами Сарваник, я еще и записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему уже вышедшему танкофонду. Сегодня пройдемся по нему. Также приобретем одно интересное спецпредложение. У нас уже перевалила сумма за первый день более 1 миллиона танкоинов. И это значит, что уже с таким количеством в танкофонде у нас есть первый приз за первый уровень. За первый миллион танкоинов. Уже гарантированно плюс 1 ядерная энергия. Понятное дело, что это фигня полная и этот приз является никаким. Никаким, откровенно говоря. Но уже дальше начинаются интересные призы, за которые можно неплохо так подзаработать. Можно пофармить. Да, уже за 2 ляма плюс слот защитный, плюс 15 кантов обычных, плюс еще слот, если вам нужен. Еще 15 ультракантов, 3 скина, броненосец, кризис. Что я вам могу сказать, друзья? Что я вам могу сказать? Для первого дня мы идем очень и очень хорошо. Я уверен, что у многих сейчас в голове есть вопрос, связанный с тем, дойдем ли мы до 14, дойдем ли мы до 15 уровня, сумеем ли мы получить броненосец и кризис. Ведь для этого всего дела, по сути, нам нужно купить любую из трех спецпредложений. Первая спецуха стоит 1000, вторая 6000, третья 15 вроде, да, тысяч. То есть за 1000 танкоинов ты просто получаешь гарантированный, например, я, да, четвертый слот, плюс можно получить 15 обычных кантов, 15 ультракантов, 3 скина, броненосец и кризис, если у нас дойдет все дело до 15 миллионов. То есть кризис у меня есть, то есть до 14 миллионов, если дойдет, то у меня будет броненосец на аккаунте. Это очень и очень достойно. По спецухам скажу сразу, они не сверх жесткие, ну не сверх жесткие, да, то есть за 15 тысяч получить 150 контейнеров это немного. При том, что у нас были спецухи, в которых за 20 тысяч можно было получить 300 ультракантов. Центральная спецуха за 6050 контейнеров и 240 тысяч кристаллов, она тоже не является какой-то сверх крутой. За нее можно получить все сразу краски болельщиков. И плюс, конечно же, все ваши спецухи это возможность участвовать в танкофонде. И уже на момент записи этого видеоролика прошло, ну чуть больше полудня. Нет, ну наверное даже больше. Сейчас у нас 6 часов вечера, то есть уже прошло где-то часов у нас так 12-14, да, плюс-минус. И уже 142 победителя по 8 тысяч танкоинов у нас имеется. И это не предел, да, я думаю, что здесь у нас будет около тысячи, может даже больше, да. То есть 8 миллионов это тысяча победителей, может даже там полторушка, все зависит от того, до какого мы фонда вместе с вами дойдем. Но я, конечно, хотел бы все-таки увидеть эти безумные 14-15 миллионов, хоть и это, наверное, будет сложно сделать. Но все равно реально. Поэтому спецухи, те ребята, которые приобретают, те, кто не имеет большого количества танкоинов, хотя бы одну, я вам реально советую взять. Потому что, ну это халявный броник, может быть. Халявный кризис. Как минимум, халявный за тысячу кристаллов четвертый резист. Сейчас четвертых резистов в матчмайкинге у нас очень и очень мало игроков имеется. Я бы сказал, что там, ну, хорошо, если процентов 20 у нас игроков имеет четвертый рез. И то, я думаю, что эта цифра куда и куда меньше. Может там около 10, а того и 7-5 процентов имеет четвертый рез. Поэтому это отличная возможность. Я, в свою очередь, скажу, что за первый день миллион, ну, даже не полный день иметь миллион 130 тысяч, при том, что пиковый онлайн в игре у нас еще не пришел, это уже хорошие цифры. Ну и надеюсь на то, что мы сумеем апнуть эти цифры. Поэтому сейчас мы переходим в нашу игру. Я вам также покажу краску нашу, которую мне уже выдали на аккаунт. Вот так вот она выглядит на Legacy скинах, на XT скинах она выглядит, ну, паршивенькая. Да, не скажу, что краска какая-то сверх жесткая, сверх крутая. Единственное, скажу, что я думал, что у нас будет краска в очередной раз вот такого вот цвета, как у нас была во втором сезоне, в третьем сезоне, да. Но хоть что-то поменялось, хоть цвет краски стал другой и он хоть чем-то отличается, да. То есть здесь, по сути, они очень сильно похожи по тому, как сделаны, да, вот это вот фиолетовое и вот это вот синее. Но она хотя бы другого цвета, ну, и смотрится вроде как из тех красок, которые есть в этом сезоне. Ну, неплохо, 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 да. Ну, а так, конечно, без логотипов, краски, это, я уже давно говорил, что это явно не уровень, который мне лично интересен. Ну, покатать, покатаю, может быть, даже какие-то цифры на ней наколочу. Ну, и я, если честно вам сказать, хотел приобрести вообще вот этот вот замечательный спецпак и сделать это быстрее, прежде чем мне выдадут краску нашей команды. В связи с тем, что я в предыдущие сезоны, когда у нас был вот этот танкофон, то есть в третьем сезоне, я быстренько сам ее приобрел. Мне не надо было, чтобы кто-то мне ее выдавал, я думал, что и в этот раз все будет так же самое. Но цена у нас 6000 танкоинов, у меня, как вы видите, на счету всего лишь 4400. Если бы, если бы этот спецпак стоил пятерку, то у меня бы хватило приобрести его, в связи с тем, что у меня есть 52 недельных контейнера, плюс здесь челленджа, я бы еще бы получил вот эту вот замечательную сотку и по итогу купил бы себе этот спецпак, заодно поучаствовав в танкофонде. Но в связи с тем, что у меня не хватает, понятное дело, что я уже его покупать не буду, останутся танкоины на покупку челленджей и фарм-контейнеров, а я приобрету спецуху, которая называется бронза и приобрету ее ради того, чтобы, как и многие ребята, приобрести крутые призы за миллионы, за уровни и заодно, конечно же, получить уже, ну, наверное, 100%, не 100%, я скажу, 100%. Резист от, ну, вернее, не резист, а четвертый модуль, который у нас стоит сейчас 5000 танкоинов, а мы его берем за 990 и плюс ко всему прочему еще получаем по 300 очки каждой расходки. Понятное дело, что, конечно, такая цена для этого комплекта это очень и очень много, но эта покупка сделана исключительно ради того, чтобы получить четвертый резист и все последующие призы, вплоть до броненосца. Ну и, наверное, здесь все, здесь все, по этим спецухам я прошелся, краску вам показал. Единственное, наверное, что я вам не сказал, это инфу про ту, как у нас делится этот замечательный танкофон, то, что у нас разыгрывается 90%, но если вы смотрели предыдущий видеоролик, который был на канале, который был с анонсом танкофонда, то я там этот момент тоже рассказывал. Поэтому, друзья, покупайте спецухи, если у вас не имеется большого количества танкоинов, то мой вам совет приобрести так же самый, как и я, бронзовую спецушку за 1000 танкоинов, плюсануть в фонд лично тысячоночку, как это я сделал прямо сейчас, ну и заодно получить хорошие призы. Если у вас есть возможность поучаствовать в большем количестве в танкофонде, то я бы тоже бы вам посоветовал, если есть желание, да, главное, все это дело, в этом всем деле участвовать, то приобретайте спецухи. Я так понимаю, что вы можете купить бронзовую спецуху и серебряную, ой, серебряную, золотую спецуху только один раз, а серебряных можете покупать бесконечное количество, просто вот так вот обновить нажимаете, и здесь у вас эта спецушечка будет в очередной раз появляться. Ну и увеличивать свои шансы на танкофонд. В прошлый раз у меня получилось с 7 потраченных тысяч танкоинов заработать восьмерку с танкофонда, поэтому я думаю, что и сейчас можно там плюс-минус те же самые танкоины обратно вернуть кэшбэком себе за счет розыгрыша танкофонда, ну и в дальнейшем, да, то есть получить вот эти вот ультраконты, открыть и плюсануться. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях к этому видосу, поддерживайте видеоролик лайком, пишите, какой вы спецпак купили и как вы считаете, сумеем ли мы дойти до 14-15 миллионов в этой, в этом танкофонде, в этом ивенте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.